Танец – это маленькая жизнь, медленный вальс, танго, пасадобль, самбо-ча-ча-ча. И каждая из них пара должна прожить на паркете, любить, флиртовать, страдать, бросать вызов сопернику. А потому каждый танцор должен обладать актерским мастерством, считает Екатерина Сысоева. Основы такого сложного и одновременно притягательного и завораживающего искусства она преподает своим воспитанникам. Назвать себя строгим педагогом Екатерина не может. Я с годами смягчилась. Да, наверное, сначала я была строгим и требовательным педагогом, но я чувствую, что я не хочу такой дорогой идти, потому что как-то мои ценности поменялись. Я изучаю детскую психологию, подростковую психологию, я нахожу другие подходы, я нахожу пути к мотивации. Практически вся жизнь Екатерины связана с Центром культуры и искусства. С 11 лет она приходила сюда заниматься танцами, а уже позднее, в 2003 году, снова вернулась в эти стены, но уже как педагог. Многие работники культуры остаются здесь на долгие годы и просто не видят себя в других сферах. Наталья Бойнова пришла в циркис больше 20 лет назад. Есть такая профессия – дарить людям праздник. И вот мое личное мнение, что работник культуры – это человек самоотверженный, который на самом деле любит свою работу и людей, потому что эта сфера предполагает различного рода коммуникации, достучаться до каждого сердца. Найти отклик в сердцах саровчан у культоработников получилось без всяких сомнений. С особой гордостью Наталья вспоминает отраслевой фестиваль игровых программ «Зато всем весело». На фестиваль приехали сотрудники культурно-досуговой сферы из восьми городов. Гран-при фестиваля остался в нашем городе у Центра развития культуры и искусства, рассказала Наталья. Уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников культуры. Люди этой профессии яркие, творческие, увлеченные. Работа в культуре для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и вдохновение. Желаю вам благодарных зрителей, слушателей. А еще хочется пожелать осуществления самых смелых идей и проектов. Канал «16» поздравляет работников сферы культуры с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия.